В Москве накануне начал работу Архиерейский собор. Ему принадлежит высшая власть в управлении Русско-Православной Церковью в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах. Председателем Архиерейского собора является патриарх Московский и всея Руси. На открытие побывала наша съемочная группа. 354 иерарха Русской Православной Церкви собрались в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, чтобы обсудить важнейшие вопросы внутренней и внешней жизни церкви. Архиерейский собор созывается патриархом и священным синодом не реже одного раза в четыре года. Нынешний собор проходит на год раньше, чем обязывает устав. Это связано в первую очередь с тем, что ускорилась подготовка Всеправославного собора. Он пройдет в июне. Такое решение приняли предстоятели поместных православных церквей. Архиерейский собор 2013 года подчеркнул, я цитирую, что эта подготовка должна предусматривать широкое обсуждение готовящихся постановлений и отличаться особенной заботой о сохранении чистоты православного вероучения. Поэтому Священный Синод счел, что наступила пора для обстоятельного разговора по вопросам, возникающим в связи с предсоборным процессом. Обращаясь к докладам к участникам, Святейший Патриарх напомнил о значимых памятных датах последних трех лет. Тысяча двадцатипятилетия крещения Руси и тысячелетия со времени представления святого князя Владимира и призвал не прекращать молитв о мире на Украине. В последние годы мы стали свидетелями того, как люди, отказавшиеся от христианских принципов, вносят трагическое, порой кровавое разделение в народе Украины, одного из народов наследников святого князя Владимира. Мы все должны оказывать всемирную поддержку блаженнейшему митрополиту Ануфрию, епископату Украинской Православной Церкви, ее духовенству и верным чадам в их мирном подвиге. Ваши труды, ваше блаженство являются примером того, как православные христиане стремятся к единству там, где насаждается разделение, и сеют любовь там, где распространяется ненависть. На Архиерейском соборе обсуждается широкий круг серьезных, отвечающих духу и реалиям времени проблем. Высказывается церковная точка зрения по многим вопросам, волнующим общество. В докладе представитель коснулся проблем мирового терроризма. С особенной болью мы вспоминаем о христианах Ирака, Ливии, Сирии и других стран Ближневосточного региона. Многие из них отказываются покидать свои храмы, монастыри, христианские поселения даже под страхом смерти. И мы вновь говорим о мучениках за Христа. Попытка вытеснить христианство с Ближнего Востока – это трагедия исторического масштаба, которая влечет за собой последствия для всего мира. Рассказывая о деятельности патриарха и органов высшего церковного управления, предстоятель привел данные статистики. За минувшие три года были совершены 65 первосвятительских визитов в 47 епархий. Его свидетельство посетил Элладскую, Сербскую, Константинопольскую православные поместные церкви, совершил визит в Китайскую народную республику, принял участие в собрании предстоятелей поместных православных церквей в Женеве. Священный Синод избрал 73 архиерея. На сегодняшний день епископат Русской православной церкви составляют 354 архиерея, что на 64 архиерея больше, чем по состоянию на 1 февраля 2013 года, и на 154 больше, чем на начало 2009 года. Правящих архиепастой сегодня 282, то есть на 57 больше, чем в 2013 году, и на 133 больше, чем в 2009 году. Предстоятель сообщил о создании единой комплексной базы данных всех храмов на территории России, отметил, что решение об увеличении числа епархий было верным и соответствующим нуждам времени. Архиерейский собор продолжит свое заседание и сегодня. Будет сделан ряд докладов, затронут непростую тему екатеринбургских останков, обсудят ход реализации некоторых решений, принятых предыдущим собором.